Как работать, что нужно делать и сколько за это получать? Это лишь часть вопросов, которые регулирует новый закон об образовании. Нормативный правовой акт вступил в силу еще в сентябре. О новшествах в законе в нашем следующем сюжете. Не освоил, не освоил. Он пропустил две недели по болезни, значит, а там родители пусть разбираются, да. Так махнуть рукой на ученика в школе больше не получится. Теперь индивидуальная работа с учениками входит в рабочий день учителя. Об этом гласит новый закон об образовании. Сегодня его обсудили на пресс-конференции в Управлении образования Северодвинска. Есть специальная статья, где сказано о том, что на учителях в рамках его рабочей недели 36-часовой, значит, могут, кроме того, что он ведет уроки, могут быть возложены дополнительные обязанности, связанные с образовательным процессом, в том числе индивидуальная работа. Сергей Попа отметил, что эта статья решит вопрос о репетиторстве. Родителям больше не придется нанимать детям платных учителей. Также закон регулирует споры между участниками образовательного процесса. Отметим еще одно нововведение – аттестация педагогических работников. Теперь она стала обязательной. Если я имею высшую коллекционную категорию, то, конечно, моя заработная плата должна быть существенно выше, чем просто у учителя, который просто работает. Нововведения появились и в дошкольных образовательных учреждениях. К примеру, объявлений с такими просьбами быть не должно совсем. Однако приобрести и отдать по своему желанию, к примеру, новые карандаши и пластилин для детей родители имеют право. Специалисты Управления образования рекомендуют папам и мамам подробно ознакомиться с новым законом. Ведь от этого зависит благополучное пребывание детей в образовательных учреждениях. Марина Хохлова, Дмитрий Ефимов, Виталий Трапезников, Вестник, Северодвинска.